Эти кадры еще не видел никто, кроме экспертов. Камеры наблюдения кафе «Сепаратист» беспристрастно фиксируют последние секунды жизни главы Донецкой Народной Республики. Вот подъезжает его кортеж. Охрана осматривает периметр. Первым в заведение входит один из телохранителей, чтобы проверить зал. Только после этого в тамбу идет Александр Захарченко и следом еще один охранник. Тут же раздается взрыв. Александр Захарченко обычно сразу проходил вот в этот угол, где уже горела печка-буржуйка, можно сразу было попить горячего чая, а еще на его столе всегда стояла табличка «Стол заминирован». Вот такой вот невеселый юмор. Кафе «Сепаратист» открыли в ответ на появление в Киеве кабака-каратель. Поэтому зал был оформлен в военно-партизанском стиле. Эксперт-криминалист Александр Конопля первый, кто начал расследование на месте преступления. Мы работали неделю здесь, выезжали. То есть каждый день с утра и примерно в течение всего рабочего дня происходило просеивание всего мусора, который здесь находился. Отбирались отдельно всевозможные провода, части плат и так далее. То есть все, что могло бы нас навести на какие-то дальнейшие шаги по расследованию. Взрывчатку заложили за потолком тамбура. Мощность ее полтора килограмма в тротиловом эквиваленте. Высота этого тамбура была 2,28 сантиметра. Он был у роста, в общем-то, достаточно, ну, выше среднего, скажем так. Вот мы ставили эксперта, метр 87 у него роста. Вот от его макушки до потолка этого тамбура 40 сантиметров. Соответственно, столько же взрывного устройства. Да. От самого тамбура ничего не осталось. На полу следы от металлической картечи. Ею была начинена взрывчатка. До сих пор непонятно, кто и как заложил взрывное устройство. Сейчас мы находимся во втором зеркальном павильоне кафе Сепаратист. Здесь полностью сохранился тамбур. Смотрите, взрывчатка находилась где-то здесь, за потолком. Чтобы заложить ее туда, нужно было снимать всю конструкцию. А без стремянки или лестницы сделать это было невозможно. Соответственно, взрывчатку подключили к электропроводке вот этих вот светильников. То есть к убийству главы республики готовились долго и тщательно. Взрывное устройство привели в действие в тот самый момент, когда под ним оказался глава республики. Погиб и Александр Захарченко, и его охранник Вячеслав Доценко, входивший следом. Человеку с ростом Захарченко, Александр Владимирович, для того, чтобы преодолеть этот тамбур от входной двери наружной до внутренней входной двери, это фактически два-три шага. Два-три шага – это примерно две секунды, максимум три. То есть рассчитали досконально? Да. Я думаю, что взрывное устройство наверняка обладало дополнительными функциями. Возможно, даже какой-то микрофон и вполне возможно, что даже скорее всего, что видеокамера. Две секунды для принятия решения – это очень мало. Надо было успеть разглядеть человека. Значит, за кортежем следили или камер было несколько. Если вообще диверсанты не подключились к системе наблюдения ресторана и не видели все, как мы сейчас с вами. Но остались ли на видео кадры самой закладки взрывного устройства, спецслужбы пока не раскрывают.